А сегодня, ну вы знаете, вы все купили билеты, вы будете сегодня рассмотреть спектакль, первый спектакль на большой сцене, это спектакль театра Сетейко, Доржуа, профессия Мальера, поставил это Егор Перегудов, вот и сейчас мы быстренько все расскажем и откроем двери в зал. Я представляю арт-директора фестиваля Олега Лаевского. Добрый вечер. Скорее всего, у нас конкурс, а раз конкурс, значит жюри. В жюри у нас 4 человека, это не случайно, потому что председатель жюри имеет пару на два голоса, поэтому мы получаем 7-7 часов. Возглавляю жюри Мариус Башкевич, это замечательный драматург Мариус. Мечательный драматург, земли, вовремя золотой маски, в его детстве русский роман, который поставили в Северном Эльбовском, получил это гран-при на 1-ом драматургическом фестивале золотой маски. Вот представляет он монотургический цех, и я объясню. Так, это балетмейстер Наташа Шурганова. Наташа Шурганова, здесь еще и актриса, и хриловка, балетмейстер. В общем, замечательный редкий человек. Художник Василина Харламова. Она молодая гарантия, работала во многих деталях России и за рубежом, в общем, интересных вопросов. И композитор, и режиссер Владимир Лоранец. Он настоящий композитор, в том числе сочиняющий музыку, но он поставил спектакль, как режиссер, в эритро-театре, замечательный спектакль «Пооза». Почему мы взяли разных театральных профессий, мы не сделали. Потому что все они, помимо того, что они смотрят спектакль и выносят свои рассказы, они еще и работают у нас. Они вместе со зрителями, которые записались на сайте театра добровольно, делают вместе с ними разные маленькие спектакли. Мариус делает чип-пьесы, вместе с ними эпитивы, с ожидителями, пишут, 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 пишут. Наташа с ними делает хоро-капельскую композицию, Василина делает какую-то инсталляцию, Володя делает письмо, музыку, танец, песню, играет мистер-питаль. В общем, еще у нас есть театральная фотография, театральный пакет, театральный критик. Все участвуют зрители. История, концепция нашего фестиваля, то есть все мы художники. И если нас всех заставить работать, то мы что-нибудь сделаем. Вот такая история. И мы ждем вас на всех наших спектаклях. А после спектакля это объявить сегодня. После спектакля мы соберемся в Хвалифнизу. И будет встреча с создателями спектакля. И у нас будут обсуждать спектакли.